Первый снег и снег в Омске. Самые популярные хэштеги четверга под фото в социальных сетях. Там сотни снимков припорошенных дворов, засыпанных снегом машин. Для кого-то это явление повод обновить футоленту. Для автослесарей и работников шиномонтажа способ заработать, ну а для водителей испытания. Как с ним справились омские автолюбители, расскажет Светлана Иловнарова. Изморозь на асфальте, снег на машине. Такой неприятный сюрприз ожидал сегодня всех автолюбителей города. Дорожное покрытие скользит, а большинство водителей на летней резине. Везти машину приходится с опаской, держать дистанцию и не разгоняться. Большинство водителей на работу сегодня не ехали, а крались. Как на центральных магистралях, так и на въезде в город утром образовались заторы. Я сам из Полтавки приехал сюда. Поэтому на въезде хорошие были пробки. У нас в городе любое погодное условие вызывает пробки, что точно снег. Зима тоже нужна. Все переборем, что нам бояться. Излишняя бдительность водителей сыграла им на руку. За утро лишь 12 ДТП. Все без пострадавших. В ГИБДД отмечают аварий не больше, не меньше, чем в обычный будний день. Хотя в народе день первого снега принято считать днем жестянщика. Автослесари со стажем замечают. Если 10 лет назад в межсезонье количество клиентов увеличилось вдвое, то сейчас гораздо меньше. Процентов на 20 вырастает поток клиентов. Сейчас машины пошли оснащенные всякими АБСами, системами безопасного вождения. ИСП системы. Раньше машины были попроще. Причем зимой чаще обращаются с легкими повреждениями. Треснутые накладки, разбитые бамперы. Все последствия гололеда и пренебрежения замены резины. Из года в год большинство автолюбителей приезжают на шиномонтаж уже по льду и плотному снегу. Отговорка у всех одна. Не хотят портить шипованную резину об асфальт. А вот специалисты уверяют, это стереотип. До плюс 8 градусов, если температура уже не поднимается, зимней резине ничего не угрожает, ей ничего не будет. То есть она не изгорит, шипы не выпадут. Как раз есть время прикатать их. До последнего ждут, а потом все разом. Морозы метеорологи прогнозируют лишь к середине следующей недели. А значит у автолюбителей еще есть время подготовить свою машину к зиме. Светлана Еловна, Руа, Дмитрий Кукана, Сергей Степанишин и Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.